Барефдзес, как говорится, в Армении, или как говорят у нас. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Ребятки, мы сегодня в полном составе отправляемся на жемчужину Армении. Это озеро Сиван, горное озеро Сиван. Ух, ребятки, что нас сегодня ждет, вы даже не представляете. Пишу начало выпуска, когда уже весь материал отснят. И это будет действительно невероятный выпуск. Обязательно поддержите лайкосиками, пишите комментарии, делайте репосты и социальные сети. Здесь на поддержку я также оставлю реквизитики, кто хочет поддержать. Огромнейшее спасибо. Ну, а мы с вами берем нашу машинку, берем всю семью и отправляемся дикарем на Сивана. Поехали. По серпантину снова поднимаемся в горы. Нам нужно как бы преодолеть сейчас перевал и начать спускаться уже к самому озеру. Вот серьезно, если бы мне бы сказали пару лет назад, что я преодолею столько серпантинов, я бы сказал вообще какой-то бред, это невозможно просто. А сейчас вот так вот, конечно, мы катаемся. В какой туннель мы попали, а? Такое дорожное покрытие, не очень. Перед туннелем набрали, получается, 18 литров питьевой воды. А вот теперь можно даже без остановки ехать на Сиванушку. Вон там вдалеке виднеется Сиван, посмотрите, какой у него цвет. Ой-ой-ой, ничего себе. Я не знаю, это просто цвет с картинки. Нифига себе, как будто кто-то цвет аккор добавил в него. Офигеть. Ааа, смотрите. Ничего себе, да? Вот это да. Что-то невероятное, я не знаю. Ничего красивее, вот в плане цвета вообще никогда не видели. Всегда снимаем в Армении деньги с карты Тинькофф. Мир принимает и можно снять. Где наши драмы? В Армении спокойненько принимают карты Мир, можно оплачивать карты Мир, поэтому оформляйте Тинькоффскую карточку, будет идеально. Единственное, что если снимаете, снимаете всегда варарат банки, он не берет комиссию, другие берут. Что же, добро пожаловать на озеро Сиван. Короче, по периметру огромное количество территорий оккупировано, мы прямо это, подъехали и один сразу, типа 2000 драм. Просто смотрите, какая красота, нашли вот такое место. Блин, я единственное, что не понимаю, посмотрите, сколько мусора. Вот единственное крутое озеро в Армении, где вот так вот все загажено. Я вообще не понимаю, как это работает, почему все так. Просто жесть. Но я хочу сказать, что это вообще, это армянские Мальдивы, да? Ну вот, будем купаться. Пляжи, конечно, тоже загажены вон сети. У нас пока все спят. Точнее, кто все? Мирошка да Родион. Носенка вон готовит суп. Посмотрите, с каким видом Носивана. Это невероятно. Блин, крутое озеро, конечно, вообще необычное. Кстати, вот здесь оно очень теплое. Есть вот по градусам, да, говорить. Ну, не знаю, прям теплое, как море теплое там в августе, я не знаю. А вот если дальше заходить, оно, конечно, уже становится прохладнее. Мы сейчас пообедаем, переоденемся и тоже пойдем купаться, попробуем, как оно по температуре и по прозрачности посмотрим. Ну, что тут скажешь? С таким видом мы еще ни разу не обедали. А знаете почему? Правильно, потому что мы впервые на Сиване. Да? Угу. Класс. Там вот семья армянская, пять детей. Вот нам отец принес, угостил, говорит, здравствуйте, говорит, угостить можно? Я говорю, можно, конечно. Тут сыр, тут рыба. Вот они сами, видимо, ее выловили и сами на костре сегодня готовили с лавашом. Потрясающе. А мы вот рыбку не купили. Ну, Стенка сразу пробует рыбку. Рыбка пробует рыбку. Что-то не удержалась. Конечно, давай. Здесь еще домашний сыр, лавашечка. Веснотай. Убалденно. Она как будто подкопченная. Ну, наверное, может, коптили. Ну, они там что-то жгли костер, я вот так посмотрел. Вот оно гостеприимство. Нас постоянно здесь угощают. В Турции нам дарили как-то миру, ну, детям угощали, да? А здесь вообще, где-то не приедешь, не станешь, тебе принес пол арбуза, рыбу. Не важно что, все, что есть, тем и угощают. Да? Да. Это вообще, Армения, это... Шикарно. Это просто самая гостеприимная, самая душевная страна. Ну, из тех небольших количеств, что мы были. Да. Я не знаю, что сказать, это круто. Очень-очень вкусно. Мы все поели и начали купаться, но, правда, такой поднялся сильный ветер, что просто трындец. Вот как, я не знаю, на западе Крыма, вот просто в море даже не хочется идти, а в данном случае в озеро. Но, парни, пошли. Я вообще наслышал, что на Севане все забито вообще, все местные сюда едут. Но, видимо, из-за того, что сейчас будние дни, никого. Здесь было буквально несколько человек там, купались. В итоге вот все уехали, все, мы остались совершенно одни. Надеюсь, так и будем ночевать. Совершенно одни в этом поле, в прекрасном, на прекрасном пляже. Мы уже все убрали. Ой, ню-ню-ню, мирошку помыли. Обязательно увозим с собой мусор, ребятки. Это то, что нужно за нами обязательно повторять. Посмотрите, у нас три пакета. Вот так вот, шикс. Сейчас где-нибудь в мусорку. Самое главное не забыть, это у нас такое часто бывает. Мы складываем мусор, в итоге катаемся-катаемся, приезжаем в новое место. А потом такие, мы же мусор забыли выбросить, ё-ка-расоте. Мы приехали на полуостров, который так и называется полуостров Сиван. Такой вытянутый мыс, короче. А здесь что у нас? Такая инфраструктура туристическая. Есть кафе, ресторанчики, туристические палатки. Здесь платные парковки. Они, кстати, на солнце все, но мы нашли место вот тут вот под деревьями. В тенечек припарковались. Красота. Кстати, здесь везде в Армении штраф за курение 50 тысяч драм. Ну и в общественных местах. Можно зайти в любой рейс и покушать вот с видом на Сиван, пожалуйста. Видите, вот он уже виднеется. Мы хотим подняться вот сюда вот. Смотрите, там монастыри по лестнице двигаться. Тогда зачем нам коляска, непонятно. Но какое-то время Мирошку хотя бы прокатить. Ну вот, про что я говорил, здесь можно купить все, что угодно. Даже это, купальные шорты. Здесь место прям вообще туристическое очень. Недолго мы прокатили Мирошку, оставили коляску. Теперь все, теперь только пешком. Пойдем, пойдем, Мирош. Пойдем в пробки. Пробка из людей. Много желающих. Да. Мирошка в этот раз сам поднимается. Пол лестницы уже прошел сам. Какой вид за спиной открывается. Папа. Чего? Чего там? Последние шаги по лестнице и попадаем. Бам. Вот в такую красоту. Я думаю, что все идут за вот этим видом. Посмотрите, какая красота. Весь Иванг на ладони. Вау. А мы, получается, стояли где-то вон там вообще. Цвет, конечно, вообще какой-то магический, да? Иди, Мирошка, сядь, посиди. Вот так, вот смотри. Вот это, получается, монастырь Святого Иона Крестителя. А справа монастырь Святых Апостолов. Не знаю, правда, какой век. Реставрировалось нет. Но находятся они вообще в крутом месте. Здесь, конечно, простор для художников. Они сидят вот так вот, перерисовывают картины. Здесь Иван, горы. И вот эти вот, естественно, монастыри. Вовнутрь прям целая история зайти. Либо и до метров. Через дорогу, вот куда мы поднимались, есть здесь база отдыха. Домики стоят, кафешки. Здесь можно, вон, смотрите, всякие развлекашки. На любой вкус можно покататься на корабликах на таких, а можно на гидрике прокатиться. Ну, прикольно. Вечером уже на закате даже цвет озера, ну, такой обычный, да, вот. Ничего необычного, как говорится. Но опять-таки, вон там вдалеке, смотреть там антенок. Еще такое у нас, вон, видите, все закат, сейчас солнышко, пух, буквально там несколько минут, оно уже упадет. У нас готовится ужин. У нас сегодня будет рис с куриной грудкой. По-моему, последний раз курицу мы покупали, когда были в Турции, представляете? Она нам так надоела там, в Турции, что вот мы вообще ее не хотим никак. Ой. Поужинаем и ляжем спать. А завтра в утром, надеюсь, проснемся и сразу пойдем купаться. Вот сейчас приезжала еще одна семья, тоже приехали, искупались и уехали. Но я в такой ветер вообще не хочу никуда заходить. Прикиньте, вчера приехали, ну мы же их показывали, да? Или нет? Нет. Нет? Короче, вот тут, вот сейчас прикреплю вот это вот ребята из Иривана. И мы, короче, с ними затусили допоздна, да? Они такие все гостеприимные, начали угощать, развели кустер. Но Настенка, потому что я ушел работать, а Настенка с ними была. Ночь, как и ожидалось, как и показывал погоду, была сегодня холодной. 10 градусов. Но учитывая, что вот мы спим в машине, нас тут много, мы, как говорится, надышали и было более-менее. Но свежо, не холодно. Свежо, не холодно, да? Под одеялами, хорошо. А теперь посмотрите, с каким видом мы проснулись. Вот это не даст ни один отель. Невероятно. Где такая база отдыха? Вот такой вид из наших апартаментов на Сиван. Это вот просто, я говорю, вот сейчас вываливаемся, просто вываливаешься и прыгаешь купаться. Вода-то теплая. Утром чайки как будто ржут. Их огромные здесь стаи. У них там целый остров этих чайок. Вау! И они смеются и смеются. Такие, гей, гей. Ну, не издают такой звук, как будто над нами ржут. Че, парни, идем купаться с самого утра? Замерзли? Да. Кстати, пока у Сивана я вижу один минус. Это тот, что постоянно дует холодный ветер. То вот с этих гор, то вот сегодня вот отсюда. Я такой уже такой, все, я пошел купаться. А потом этот ветер начинает дуть и как бы все, ей что-то неохота. Сейчас, короче, позавтракаем. Если ветер стихнет, надо будет идти плескаться. К нам приехали снова ребята с самого утра, с кем вчера тусили. У нас, смотрите, не турка кофе, а целая кастрюля. Да, а уж вот так вот из кастрюльки просто разлив происходит просто на всех. Такая у нас большая компания утренняя. Дети собираются идти купаться. Не знаю, пойдут, не пойдут, но все готовы. Решила все-таки перед кофем искупаться. Все дружно. Пойдем, парни, пойдем. А потом будем пить кофе. Ну, она теплая вообще. Глубина, да? Ну, глубоко там лучше не плавать, да? Если плавать, то у нас тоже. Если нет... Так. Ох! Погружаемся. Да, вот. А, это ничего? Ничего. О, ну, я слышал, что она холодная будет. Она теплая. Кайф. Давайте. Один, два, три, побежали. Ну, давайте. Один, два, три, побежали. Один, два, три, побежали. Один, два, три, побежали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас будем уже собираться, поедем в город, сегодня ночевать, наверное, опять будем в этом месте Ребята уехали и Настенка вон залезла купаться Да, там такие фоточки клевые получились в телеграмчике Будут Настенку пофотли на этих камнях, так прекрасно Все супер, она вообще вот здесь горячущая Вот сейчас к обеду ближе, ветер вообще стих, его нет и купаться, конечно, одно удовольствие Так что, ребятки, на Сиван надо обязательно приехать Это вообще Мальдивы какие-то армянские Все, мы собрались, уезжаем с этого прекрасного места Я не знаю, возможно, мы вернемся сюда снова на ночевку Здесь действительно клево Трубу наполнили, 25 литров Пока будем кататься, вода там нагреется как следует просто И может даже будет принять горячий душ Сейчас наша задача заехать на заправку Заехать в супермаркет, возможно, купить рыбы Ну, короче, посмотрим Едем мы, значит, едем, едем, едем И тут я тупо понимаю, что мы едем куда-то вообще не туда Вот реально не туда Смотрю на карту и, да, действительно Неправильно я повернул Лишний, наверное, километров 25 накатаем Мы приехали в ресторанчик покушать рыбы Да, я уже говорил, что обязательно Здесь, видите, вот так вот в шатрах люди сидят С видом прям на Сиван Здесь всегда вот парковка такая огромная-огромная Она всегда как-то битком Ну, здесь действительно много останавливается И мы поняли, что, видимо, это реально классное место Плюс можно было там в любой забегаловке поесть Но мне кажется, в турместах цены не отличаются А вот в сервис, да, ну и, естественно, виды тоже будут отличаться Поэтому приехали именно сюда Здесь еще и снизу есть парковка, представляете? Тоже гигантская просто Я вас приглашаю на обед Давай С красивым видом Ну, посмотрите, какова красота У-у-у Можно поесть и отсюда сигануть Но для таких, как славян Есть специальная табличка Пара-пара-пам По меню Барам-бам Барам-бам О, пятьсот, пять тысяч Пять тысяч грамм, это что? Кебаб из креветки А вот кебаб говяжий Тысяча Еще и Еще и с лавашом С помидорками Шашлыки Цены-то какие классные, да? Да, хорошие Реально хорошие цены А где рыбка? Я вообще рыбу не еду Ну, рыба на все Вот рыба Смотрите, какая рыба Еще рыба Я хочу на рыбу Сколько рыбы? В общем, нам сейчас 10 минут Мы сейчас закажем Все нам принесут Покажем, что заказали Будем кушать с таким невероятным Заказали Такой у нас рыбный обед будет Сказали минут 20-30 Ждем И будем кушать Я вот не знаю, как приходится погода Из года в год Но сейчас Это уже 20 числа августа И ветер здесь Постоянно дует холодный И вот здесь вот в рейстике Всем раздуть пледы Мы просто дошли до машины И утеплились Своими кофтами Я просто попутал Посмотрите, какой огромнейший Поднос Несла Женщина Вот так вот на руке Охренеть можно Просто охренеть Сейчас посмотрим, как нам понесут Да, они несли вот такими подносами Они сразу приносят весь заказ Но Чтобы не ждали Как принес Поднос огромный, да Чтобы все горячее В раз Чтобы можно было снять Показать Они так Одно блюдо Презумент съели Одно блюдо А потом сзади Так, ну снимать-то нечего Уже все съели, ага Кома, отходи Пацаны, садитесь А вот и наш Обед принесли Вот это да Посмотрите, какие порции Ничего себе Вот это пюре Смотрите, вот моя ладошка И пюрешка И котлета Детемки сейчас надо будет На самом деле У нас сегодня обед Рыбный Отварной картош А это вот это шашлык Который? Да, это две порции А, две порции А, нехочется Все, спасибо Спасибо, спасибо Все, понял Дайте, пожалуйста Можете, какая вкуснота Через пять минут будет еще отварная рыба С бульоном Тоже посмотрим, что это такое Ну вот это просто невероятно Ребятки Как вам? Стол Причем на картинке Там такая маленькая порция Вот этого шашлыка Там буквально там Пять кусочков А получается очень Очень масштабно Вкусная котлета, парни Парни, вкусная котлета Дай Ну все, ребята Теперь надо срочно Все, пробовать Все-таки это Рыбная История Налетаем Настенка, давай Давай Так, дай-ка я кусочек У тебя отломлю Чикс Вот так вот Закидываем в славянский котел Вау Слушай, ничего себе Это не та рыбная котлета Которую мы привыкли Это не наша советская, да? Столовская, которую мы ели Это что-то необычное Слушай Мирошка Как тебе пюрочка? Молодец На, вот тебе котлетка И рыбка Кушай Давайте, наяривайте Сразу же берем, пробуем Кортошечку Аль дэнто Важно, очень важно попробовать Рыбный Рыбный шашлычок Ладно, давайте Вот этот кусок Она, что это? Блин Это картошка Давай, как тебе? Вообще, да? Мы так не приготовим То, что доктор прописал Здесь надо кушать в кафе Мы так не приготовим Мы как всегда Не понимая порций Заказываем Смотрите Тут еще просто все остается Мы уже сыты А нам вот эту кастрюлю Придороканили сюда Это отварная Сик Как это все вообще уместить? Как супчик ешьте Все берите Давайте И налетайте Какой бульон Вкусно? В общем, ну это можно с собой забрать Не проблема Да можно, конечно А вот это надо здесь Видите, картошечку Вай-вай Чтобы покорячить Столько картошки У вас и столько рыбы и картошка Картофель на рыбную ужин Обед Ну вот, надо было Две порции заказывать и все Отсюда мы будем снова укатываться Потому что Капец, мы еще вот эту порцию Будем забирать Однозначно с собой Сейчас посмотрим мы Насколько наели И, конечно, это место Хочется рекомендовать Его обязательно внесем Наш авторский гайд По Армении Сто процентов Принесли нам огромный контейнер Ну вот так приложили С собой Это, короче, у нас еще Наш еще и ужин будет По ходу дела И еще компот Вот это да Вот это мы объелись Теперь я понимаю Почему возле этого ресторана Всегда много машин Потому что Порции огромные Еда реально очень вкусная Цены достойные Сейчас посмотрим, конечно Сколько все вышло Но я думаю, что Тысяч 12 драм, наверное Сейчас посмотрим А еще здесь Когда заказываешь чай Приносят конфетки Посмотрите Какую конфетку принесли Рачки Это конфеты детства А наели мы, ребята На 14 тысяч драм Чаевые сюда не включают Ну 10 процентов Да Поэтому Налика не было Я дал 5 долларов Она такая довольная Осталась Говорит, спасибо большое Карточку Тиньковскую Принимают Поэтому ссылочку там оставлю Оформляйте Кто едет в Армению Обязательно Тиньков мир Прямо здесь рулит Здесь на Севане Есть еще лесок Мы пытаемся найти Какое-нибудь местечко Чтобы Тинечек был Но в итоге Куда бы мы ни проезжали Везде шлагбаумы Везде Заезд платный Подъезд платный Вот Как бы не совсем Хочется вообще Платить За стоянку На озере Потому что Сейчас еще проедем В одно место Если нет То уже Поедем На наше место Где и стояли Будем продолжать Стоять там Куда не сунешься Вот везде Вот такие вот Металлические каркасы И тенты натянуты И собственно Это все Что могут Предложить Поэтому Мы возвращаемся На то же самое место Где и стояли Беспроигрышный вариант Заехали мы В огромный супермаркет Артем Аккуратно Здесь и выбор Просто огонь Сейчас затаримся Как следует Чтобы наверное Дня два постоять Никуда не дергаться Заодно покажу Цены На мясо Вот мы хотим Взять готовый шашлык Три Шестьсот Стоит Да Что-то Негусто Получается Но вот Мы взяли Кило двести Шашлыка Четыре Двести Шестьдесят Две Тысячи Драм Это конечно Что-то хрена вообще Это на местное пиво На импортное Охренеть А это вот Типа из России Вот Клинская Сколько стоит Вот Яблоки Берем Четыреста Пятьдесят Драм Бананы Бананы Шестьсот Сорок Девять Драм Кстати Класс Супермаркет Здесь можно Для кемпинга Плиточку купить Такая как у нас У нас она конечно же Вообще уставшая Также здесь можно купить Всякие вот баллоны Вот эти вот Горелки Чтобы бы быстрее Разжигать Вот у нас уже до сих пор Такой штуки нету Хотя конечно она очень нужна Всякие тройнички Вот плитка Например на наш Баллон Кстати еще классная Прям такая тяжелая Еще ценники на кофе Вам покажу Вот еще такой есть выбор А вообще у них Везде стоят Вот такие вот Штуковины Во всех магазинах Ты просто набираешь Сколько тебе нужно Перемалываешь И все Еще в этом же магазине Вот смотрите Вообще в принципе В Армении Везде продаются Вот такие баллоны Похоже как на турцию Только единственные Здесь переходники Немножко другие Вот такой баллон Стоит 15 тысяч драм А если например Маленький брать Что здесь 1 килограмм Стоит он 10 тысяч драм Но в целом Короче в Армении Тоже нет никаких вопросов Набрали короче В че целую телегу Здесь наверное еды Дня на 2 нам точно хватит Может быть и на 3 Вот это у нас Простынка получилась На 25 тысяч драм Здесь еще такая вкуснота Продается Просто улет Вот Тортики Всякие штуки сладкие Выпечка Смотрите какая красота Да уж Теперь вот это все Нужно затарить И в холодильник И здесь еще разложить Мы вернулись На то же самое место Покатались Покружили В итоге это самое лучшее И просто сразу сходу Можно идти Купаться Мы же купили шашлычок Уже готовы Единственное что у нас нет мангала Но есть шампурики Поэтому я думаю Мы вот тут сейчас Камни так аккуратно растаем Здесь вот Часть камней возьмем Чтоб был такой красивый Мини мангал Да и мяса в принципе У нас немного Поэтому я думаю Этих камней должно Должно хватить Что же мы разбили Снова лагерь Даже уже я все постелил Так Сляпали Видите какие руки грязные Сляпали мы вот такой себе Мангал Каменный Дети Купаются Мирошка в бассейне Настенка загорается Здесь Ждет Своего шашлычка Повернись на меня На тебе Угольком по носу Теперь мы все дружно С вами отправляемся Опять вдоль озера Там доедем до Одного монастыря Который стоит так прям На скале Прям на берегу Там очень хочется Пустить дрон И показать его с высоты Гоу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы решили туда не ходить гулять Учитывая что у нас детки спят Поэтому этот монастырь я вам показал с высоты Но мне кажется с высоты Он гораздо интереснее смотрится Чем подойти туда Кстати здесь еще на парковке Есть такие умельцы Вот мы припарковались Это как бы не парковка Парковочный знак вот начинается дальше Но тут же подбегает паренек Я говорю привет Он говорит привет Я говорю что можно стоять Он говорит можно И стоит дальше над душой Потом руку такой в карман засовывает Начинает мелочь трясти Но я понимаю что хочет взять дань За просто место Не за парковку Обращая внимание Парковка вот Но в итоге я выхожу из машины Он говорит платить надо Я говорю сколько Он говорит 500 грамм Я говорю за что Он говорит за парковку Я говорю так я стою ты не на парковке Он говорит ладно И ушел Это вот я к тому Что я помню путешествовали по Крыму Тоже ходят вот такие вот помогаторы И просто берут деньги Просто типа за парковку Поэтому когда вы путешествуете На это тоже обращайте внимание Там 500 грамм Тут 500 грамм И получается уже большая сумма Отправляемся дальше А вот с этой стороны Сиван Хоть и смотрится красиво Но место уже такое Видите Болотистое Камыши растут Уже не подойти Не подъехать Город который рекомендует Посмотреть в Армении Это Наратукс Вот оттуда виднеется Старинное старинное кладбище Надгробие Сейчас туда едем И здесь еще есть Церковь Святой Богородицы Сейчас тоже туда доедем В этом городке конечно Очень прикольная архитектура Если есть время Можно конечно прийти погулять Нас интересуют здесь В принципе вот две локации Церковь Богородицы Покажу вам ее Такая большая Масштабная На самом деле в Армении Старинными вот этими Вековыми церквями Соборами Монастырями Уже конечно нас Не удивишь Чем труднодоступна церковь Тем она конечно потрясающая Вот Это выглядит Вот так Туда можно зайти Заходить Сейчас не будем И сейчас отправимся В другое место Вот церковь Святой Острова Цин Девятый век Охраняется Государством Ну да Вот такие вот Масштабы Вообще конечно Чтобы проникнуться Вот в эти все Старинные Церкви Храмы Соборы Монастыри Армения мне кажется Топовый вариант И вот здесь есть Надгробия Старинные Старинные Даже не представляю Какого века Здесь Также здесь Есть огромное Такое кладбище Сейчас на него Съездим Если бы мне кто-то сказал Что мы приедем Посмотреть кладбище Я бы в жизни не поверил Но это место Рекомендует посетить Потому что Часть кладбища Конечно это Новые захоронения Вот мы можем увидеть Да А вторая часть кладбища Это Очень древние Там Пятый Шестой век Вот эти надгробия В общем Пойдемте посмотрим Здесь даже есть Магазин для туриста Где можно Что-то Приобрести Так выглядит вход Здесь даже есть История Вот Обязательно мы Эти фотографии Сейчас сделаем И выложим В Яндекс Дзен Почитайте Смотрите Здесь в общем Написано Что Смотрите Пеший тур По кладбищу Наратуса Есть остановка Одна Надгробие Гегама Остановка Два Надгробный Камень Крестьянина Здесь в общем Вот ты получается Путешествуешь Прям по этому Кладбище Остановка Три Слева направо АБВГ Родовое кладбище Два Хачкара Остановка Четыре Кладбища Газара И вот На вот этих Стендах Все расписано История История развития Искусства Хачкаров Также здесь есть Вот такая вот Рамка Где написано Что Америка Следит за этим Местом В таком Подобном И были В Турции В Даче Тоже на самом Краю Дачинского полуострова Где идет Восстановление Очень древнего Города И там Как бы При помощи Америки Это все дело Восстанавливается А еще Здесь есть Вот такой Стенд Для тех Кто не видит На разных Языках Ну и собственно Давайте пошлите Здесь есть Вот Остановка Один Смотрите С QR-кодом Можно наверное Сейчас отсканировать И прочитать Это первая Остановка Первая Надглобия Артемка Пойдем Масштабы Просто Просто Удивляют Невероятно Остановка Два И можно Отсканировать И дальше Вот собственно Куда идти Третья надгробия Там Здесь также На входе Есть бабулька Которая продает Шерстяные носки Она может провести Полную историю Вот Экскурсию такую И рассказать Что и как Сканируем сейчас QR-код Пробуем Так И что нам выдает Ничего не выдает Почему-то не грузит Смотрите Какие старинные Надгробия Ну вообще Невероятные Вот собственно Вот про что я говорил Здесь можно ходить Вот так вот По указателям Четвертый Пятый Дальше Очень конечно Здорово Если у вас Позволяет Время Конечно Подключить бабульку Чтоб она Провела здесь Экскурсию У нас Мирошка спит Родик спит Мы вот С Тёмиком одни Как-то Тём По кладбищу гулять Класс Да Страшненько Еще на территории Стоит Часовенка Мы туда сейчас Зайдем Но чуть попозже Очень много народу Приехал Такой большой Экскурсионный автобус Что толпиться Там конечно Неохота Ну вот эти объемы Конечно Ребятки Вообще Ну вот Я такое Вообще вижу Впервые В свои 31 Артемка Видит Вот эту вот Историческую Просто Древнейшее Вот это кладбище В свои 8 лет Представляете Какая разница Это вот Мы вот Чьи-то могилы Но очень-очень Ой Вообще невероятно Вот еще Что-то есть Вау Запнулся Так Сейчас посмотрим Что вот Это такое Это видимо Еще одна Маленькая Часовенка Ну да Сюда кстати Тоже можно зайти Здесь стоят Иконы Такая маленькая Церковь Мне приходится Вот так вот сюда Чтобы зайти Нагина Здесь люди ставят Свечки Благодарят Вот здесь Стоят Иконки Опа Вот такой вот Наратус В общем Вот эта Маленькая такая Церквушка Заходить туда В общем Решили Не заходить Отправимся Просто Дальше Да Темка Да Людей Приехало Много Прямо Два Больших Туристических Автобуса Я вот если честно Вот до сегодняшнего дня Вот до сегодняшнего дня Вот серьезно Я говорю Я не то что Не знал В моей голове Даже и мысли Не было такого Что кладбище Может быть Вот туристическим местом Ну серьезно Век живи Век Век Путешествуй Век Открывай Для себя Конечно Что-то новое Масштабы Потрясающие Как вам Ребятки Напишите В комментариях Прекрасный Сиван Начинаем Потихонечку Заниматься Уже Костром Точнее Углем Либо Как его правильно Называется Здесь со Вчерашнего Вечера У нас остались Вон Видите Ау Ничего Какие острые Веточки Мы сейчас Их тоже Наломаем Сверху Уже Непосредственно Засыпем Уголечек И Будет Супер Надеюсь У нас Недолго Займет Процедура Костерчик Костерчик Второй Вечерочек И мы Снова Остались Одни На берегу Армянского Море Ой Как пахнет Ой Как пахнет Шашлычок Да Последний раз Когда мы Привет Привет Позвей раз В Грузии Жарили шашлык Самостоятельно Да Нет Мы в Армении Пушали Но мы не жарили Сами Я про самостоятельную Жарку Да Да Привет Привет Мирошка Только не оторвай Нам здесь Ничего Пожалуйста Да Сейчас Шампурики Достанем У нас в принципе Три шампура Нам хватает На нашу семью Да куда нас дети Больше двух кусочков Не съедят Ну да Ну и мы со Слайлом Странненькие Странненькие Почему? А? Что такое? Что за узкая Шашлычная А может так быстрее готовится И вкуснее По-армянски Лавашик пожарим На грильчике По-армянски Вообще Кусками здоровыми делают Вот смотри Вот просто Кость Как вот ее Шашлык почти готов Берем Кипяточек Вот так вот Настенке Наливаем Чаечек Смотрите У нас такая Красота Бодренькая Полянка Получается Добрый Смотрите Почти как дома Астория Такой соус Астория Сметаны Грибы Мы ели Когда с Настенкой Только познакомились Здесь зелепушка Вот прям Вот все Как в Армении Сейчас вот еще Чуть-чуть Буквально Две минуточки Доходит Шашлычок И мы дружненько Садимся Кушать С видом На прекрасные горы Армении И Сиван Эх Красота Все готово Мы идем есть Вот теперь Все Как должно Быть И мяско И вот Нарезочка И Сырочек Короче Вау Все Нам приятного аппетита Садимся Кушать Ух Ребятки Объелись Мы как не знаю Кто вообще Просто Можно Кататься Кататься Шариком Естественно Не забываем Про Собачек Здесь кстати Вот вчера Ребятки Которые стояли С нами И утром Которые приехали Мне говорят Здесь очень много Бездомных собак Бегают Поэтому Говорит Вечером Лучше Не гуляйте Решил Не возле машины Высыпать кости А куда-нибудь Подальше Отнести Пусть это Покушают Все Ребятки На этом прекрасном месте На этом прекрасном моменте После замечательного Армянского ужина На таком шашлычок И так далее И тому подобное Можно завершать Наше путешествие По Сивану Дикарями Скорее всего Мы еще приедем На это замечательное озеро Возможно Доедем до другой стороны Либо с того края Заедем Но однозначно Потому что здесь жарко И нужно все-таки Купаться Пока еще Как говорится Тепло Ребятки Если не поставили В самом начале лайк Обязательно это сделайте Напишите комментарий Сделайте репост Свои социальные сети Пересмотрите Все наши выпуски Ведь у нас Последний сезон По Грузии Посмотрите также Сезон по Армении Предыдущие видеоролики Они прям реально Классные Крутые Кто хочет нас Серьезно поддержать То вот здесь Я оставляю координаты Как это сделать Ведь путешествовать Сейчас становится Непросто Ну а мы взамен Открываем для вас Такие интересные места Вас мотивируем Вы едете И путешествуете Я буду с вами прощаться До нового видеоролика Пока друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok